В Самару привезли уникальную православную реликвию. Чудотворный кровоточивый образ Господа Иисуса Христа. Икону доставили из Белоруссии. Она объехала 48 стран, а теперь увидеть ее можно и в Самарской области. Среди прихожан Кирилла Мефодиевского собора одной из первых оказалась Татьяна Пудова. Этому державенскому образу спасителя Ольга Ефимова в своем доме в Минске выделила отдельную комнату. Сама вышивает и меняет рушники. Кровоточащие иконы села Державина Оренбургской области начала мироточить еще в 99-м. В апреле 2000-го прихожане заметили, что из десницы спасителя стала сочиться бледно-розовая жидкость. Вскоре из открывшейся на святом образе ранки полилась кровь. Случилось это в Великую Среду перед Пасхой. У меня был муж. Мусульманское вероисповедание. Я ослушалась его и окрестила детей своих. Наших детей. Ну, после этого у нас начались распиры семейные. Я думаю, на этой почве. И потом в корне поменялась вся жизнь. Вся жизнь. Менялась очень долго, очень трудно. Но все-таки шла эта долгая дорога к Богу длиной жизни. Химическая и медицинская экспертизы показали – это настоящая человеческая кровь. Где-то в начале 2000-х годов брали анализ крови с иконы. А анализ показал, что это четвертая группа рез положительный. И она совпадает с группой, с отпечатками на Туринской плащанице, где лик спасителя. Около иконы даже чувствуется запах свежей крови. Ольга ежедневно меняет марли и раздает их верующим. И готовит к печати книгу, в которой будет написано все, что происходило с этой святыней. Поиск чудес не должен быть предметом нашей веры. Мы не должны искать чудес. Хорошо, когда Господь через чудеса кого-то приводит. Но важно помнить, что самое главное – это открыть сердце Богу. Вместе с Державенской иконой спасителя в Самару привезли кровоточивый образ царя Николая II, Николая Чудотворца и кровоточивую икону Божьей Матери в заскании погибших. Эта святыня теперь останется в Кирилло-Мефодиевском соборе. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губерния.